Всебелорусская молодежная стройка продолжается на территории Кобринского укрепления Брестской крепости Герой. Активные работы проводятся на протяжении долгих месяцев. Это реконструкция казармы, установка военно-игровых и спортивных площадок, а также палаточного городка. На территории Республиканского центра патриотического воспитания молодежи состоялся масштабный субботник с участием служб таможенных органов Республики Беларусь. Со всех регионов страны прибыло порядка 70 молодых таможенников, желающих помочь с благоустройством территории центра. Строим мы здесь Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. В первую очередь включают в себя общежития для детей и различные спортивные площадки. Такие площадки, как для лазертага, веревочный городок, скалодромы, тренажерные площадки, плац, футбольное поле. Здесь предусмотрен палаточный городок на пребывание детишек в летний, в теплый период. Будет стоять 28 палаток и в летний период смогут принимать около 500 человек одновременно. Молодые таможенники будут работать на благоустройстве территории, сделали асфальтированную дорогу и сегодня они будут формировать обочину. Такие субботники нам помогают, особенно в период, когда уже все движется к сдаче, потому что уборки очень много, подметать, гриппси и тому подобное. Пытает работать. Таможенные органы Бреста не первый раз принимают участие в подобных акциях. Инициатива объединиться с коллегами со всей республики подкрепилась идеей создания достойных условий для деятельности нового военно-патриотического центра, который благоприятно повлияет на становление молодой личности и даст надежный оплот для будущего государства. Брестские таможенники уже на протяжении месяца дважды приняли участие в трудовой акции «Построим патриотический центр вместе» и, видя масштабы работы, которые здесь происходят, решили такую инициативу созвать всех таможенников со всех регионов нашей страны, чтобы уже организовать такую всетаможенную молодежную стройку. И, общаясь с коллегами, я вижу, что здесь случайных людей нет. Здесь находятся люди, которые действительно думают о настоящем своей страны и о будущем. Также хочется отметить, что именно личным участием можно прочувствовать этот великий дух Брестской крепости. Хочется отметить, что сегодня на площадке у нас присутствует более 70 таможенников со всех регионов страны. Конечно же, это Брестские таможенники. И очень важно, что сегодня личным участием они могут почувствовать вот эту всебелорусскую молодежную стройку, которая проходит по всей республике. Создание подобного рода центров – это просто необходимо для каждого государства, для того, чтобы молодежь помнила, молодежь знала, занималась, росла в этом всем. И потом, когда возникают какие-то ситуации в жизни, чтобы им никто не мог навязать какое-то свое мнение, свою точку зрения, потому что они уже будут знать, как это было, что это было. Тем более в таком значимом месте это важно, необходимо, когда у нас по таможне бросили клич, кто поедет. Огромное количество народа согласилось, огромное количество народа записалось. У нас приехал весь Минский регион, Витебская таможня. Это необходимо для формирования личности молодежи в первую очередь. Многие участники акции преодолели немалый путь, чтобы достичь финальной точки маршрута. Объединенные общие идеи молодые таможенники облагораживали придорожную территорию и делились тем, что их мотивировало в выходной день приехать в Брестскую крепость Герой. Я как педагог по образованию, который не только родился на Брестской земле, но и учился в Брестском государственном университете, поэтому не мог не стать сопричастным ко всей этой большой стройке. И несмотря на то, что я работаю в Минской региональной таможне, то, бишь, казалось бы, за 300 километров нужно было встать в 5 утра, но это все мелочи, ведь я приехал на родную землю к родным людям и заниматься большим делом. Тяжелый физический труд не остановил даже хрупких представителей слабого пола. Девушки ловко справлялись с поставленными задачами и были рады провести день с коллегами за общим делом. Я как коренная уроженка города Бреста считаю своим долгом присутствовать здесь сегодня, показывать пример, а также оказывать помощь в строительстве патриотического центра в Брестской крепости. Нужно чтить память павших героев, чтить историю своей страны. Это крайне необходимо в современной геополитической обстановке, поэтому по-другому просто быть не может. Хороший пример заразителен. Сотрудники таможенных органов тому подтверждение. Они четко знают, что помощь в строительстве республиканского патриотического центра – это значительный вклад в воспитание молодежи, у которой, благодаря работе центра, сформируется преданность и правильное моральное и нравственное качество патриотизма в сознании. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.